привет друзья это выживатор и сегодня я буду выживать в игре метро эксодус метро исход я очень долго ждал эту игру и когда она вышла я даже решил перепройти всю серию с метро 2033 редакс метро last light я получил огромное удовольствие от прохождения этой игры надеюсь что вы тоже смотрели эти прохождение это же получили удовольствие ну и теперь с более полным пониманием со свежими впечатлениями я приступаю к прохождению метро эксодус давайте приступим что же ждет нас впереди будем играть как обычно на сложности хардкор я еще помню жизнь до войны помню что когда-то мы были другими мы жили там наверху мы были хозяевами всей земли мы возводили огромные города и стекла и стали мы бороздили океаны мы подчинили себе небеса нас было семь миллиардов мы не были предназначены для жизни в пещерах я был рожден чтобы дышать свежим воздухом и я это помню 7 миллиардов сгинули в последней войне от них осталось всего 50 тысяч человек укрывшийся под землей поверхность которой была отравлена сожжена и кишила чудовищами может быть радиация наверху когда-нибудь ослабеет и наши внуки или внуки наших внуков смогут вернуться туда по крайней мере мои названные братья бойцы нашего ордена в это верит в общем надеяться нам сразу было не на что но мы люди просто не умеем сдаваться и не сдались а собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом дом для нас все ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на земле какое-то время нам казалось что все получится но к сожалению война не убила наших старых привычек во тьме туннелей наши пороки разрастались как плесень и когда с поверхности пришла беда лишь немногие встали на ее пути и с каждым днем их становилось все меньше но я помню что мы были рождены для другой жизни и не согласен умирать под землей пусть меня считают идиотом но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху я должен его найти между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду я должен поймать сигнал о паре о паре и о паре и о паре о паре и Продолжение следует... 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 тунельная нечисть поблизости не понятно куда идти ну давай посмотрим вот здесь что есть у нас это что за агрегат у меня интересно огнемет не огнемет огромное количество трупов но есть от чего здесь и и жили и прятались люди это что такое ух ты можно прямо так улучшить оружие вау я прокачался от кого-то отстреливали здесь с вещами остановились здесь отдохнуть мир а миру триндана так потом на них судя по всему какие-то паразиты напали странно что они на удивление неплохо сохранились очень многие замерзли хотят у а а не знаю что я здесь Продолжение следует... 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 да много их тут а тут чего пролезу не пролезу наверно пролезу ну-ка так тут на что Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, здесь вроде бы все Наверху кто-то похоже А здесь что у нас? Взять не получится Ну ладно, примерз Так, что за шум такой? Плохо видно, блин Фонарик вообще плох Разряженный Клам Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Открывай, уходи отсюда быстро Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, ребят Спасибо, должен буду Субтитры делал DimaTorzok 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 Держись, Тёма Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови Ну привет, Анечка Ну привет, Анечка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ты из Ордена ушёл ради этого Субтитры делал DimaTorzok Хорошо Последний раз Несправедливо, что мы сидим тут Под землёй И прячемся Как крысы Спасибо, доктор Спасибо, что подлатали Да, молодцы Здоровики и такие Честно говоря, я уже не помню, когда таких придём Да уж Чёрный Артём Дата рождения 2009 год 31 марта Группа крови Дата поступления Третий раз уже Рецидив ЛБ Лёгкая форма Ориентировочная доза Один Полтора Прогноз благоприятный Гемотрансфузия Запретить выходы на поверхность на год минимум Да вы что, с ума сошли? Только вот на поверхность слишком часто ходят Рискую Ну а что им остаётся? Служба такая Служба службой, но если они так и дальше будут А сколько, по-твоему, можно высидеть под землёй? Да сколько угодно Вон сколько лет сидим Приветствую Как дела? Да, Артём Вам бы поберечься, не рисковать зря Даже если где-то ещё есть выжившие, нам они не помогут Стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь? Тем более, что вскоре после войны сигналы принимали часто А вот сейчас Это вас ни на какие мысли не наводит Хотя, поступайте как знаете Это ваша жизнь Да сколько угодно Вон сколько лет сидим Да ну, ты же врач Сколько больных детей только на нашей станции А вообще детей Сколько у нас останется Дядя Артём А я вам верю Вы возьмите меня с собой Пожалуйста Когда найдёте Где это? Дружище Ты только Поправляйся, ладно Подрастай И потом Сгоняем Артём Сколько можно Вон у самого крыши поехала Так хоть и ему голову не морочь Не смей Ему покойно уже А он после твоих рассказов заткнуть не может Запас окончается Да и нас всё меньше А мутантов всё больше Они всё крупнее Опаснее Как ты можешь, а? Рано или поздно нас сомнут Деваться, понятно, всё равно некуда Но и сидеть сложа руки они не могут И тут я их понимаю Аня, я уже сто раз говорил Немедленно возвращайся в поле Я что, предлагаю руки сложить? Ну вот так, грубо себе Хотя, конечно, кто знает Может они вложить Как-то секретные нашли Ищут тебя по ним Склады, если не будет Надеются на что Ты был правил Никакие склады уже не способны Разве глаза Что там на них сохранить можно? Столько лет прошло Помочь может только полная эвакуация Ну, куда мы его пытаемся Ну, и что тогда дело? Завернуться в простыню И медленно ползать Не знаю, если честно И никто не знает Но они подбывают Папа, без Артема я ни за что не вернусь А он... Анна, это безумие! Да, это безумие Столько времени проводить на поверхности Да, я не хочу, чтобы мой муж сгорел от радиации Не хочу! Я его ненавижу за то, что он сам тебя убивает каждый день! Ну, ты хоть на секунду задумайся Что если он справа? Что если Артема справа услышал сигнал? Папа! Сможешь простить тебе, если мы упустим этот шанс? Шанс вернуться к настоящей жизни Растить детей под лучами солнца Настоящего солнца, пап! Я не смогу Давай дождемся Артема И еще раз успокоиться Но даже если он какой-то сигнал услышал Это не обязательно значит, что так хорошее Поговорим об этом позже Тут слишком много ушей Давай Здорово, мужики! О, какие люди! Артем! Здоров, как бык! Ну ты, ребят, конечно дал! Артема, как ты дорогой! Да нормально все, нормально, мужики Живой! Еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже Прям как ты Как там господи на лесточке? Ну ты господи Вам оставьте фарди в покое С возвращением Артема Ладно все, разошлись Даю вам два часа на все про все Ура! 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 А у меня как раз с собой было Ну вот начинается Только близни, как в прошлый раз Держись, Артем! Ну что, опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зимитер щелкает. И чё, Ань, подождём немножко. Угу. Родной, пойдём домой. Красавчики. Ещё немножко посидим, ладно? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь. Подышим. Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит Артём, потому что умер. Загулялись мы. Парафильтры меня. Давай быстрее. Нам лишние рентгены ни к чему. 91-й перекидной календарь. Так, ничего тут не забыли. Ох, ну и красота же. Я другим, конечно, мир уже и не помню. По-моему, это красиво. Ну, не все со мной согласятся, конечно. Ана, Анют, ты где там? Ты тут все руины уже облазил? Нет. Отец меня убьёт, если узнает, что я с тобой пошла. Все тут не облазишь. Поеду, когда мы были в закрытой Ганзой зоне? Видишь, как город разрушен. Скучный пот. А ума снялась самая мощная ПВО в стране. Если тут всё в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Так что тут наверху жизни нет. Метро наш единственный дом. Так, она что, вниз ушла? Погоди, я сейчас квартирку тут посмотрю. Милое местечко было. Боже мой. Опять замена фильтра. Так, попробую. Да рано же ещё. Ты всё же вернёшься в орден. Переедем в полис. Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней. И душем. Ну, не знаю. Может, ты права, конечно. Так, давай по одному. Чтобы не завалилась. Теперь ты. Самое худшее, пожалуй, погоди. Чёрт! Слышал? Ты не уходи далеко. Всё, подожди, я здесь посмотрю. Оба! Оба-на! Не забывай. Не забывай. Не забывай. Не забывай. Вы слышали, видимо, что мы с крыши спускаемся и затаились. Мы мунеют, твари. Угу. Давай ходу, Артём. Теперь вся отруга знает, что мы здесь. Толик. Если доберёшься до магазина, ищи паузу. Прежде всего, справочник радиолюбителя, юный радиолюбитель, радиоприёмник своими руками, как построить детекторный приёмник, техника радиоприёма, простые приёмники АМ-сигналов, бла-бла-бла, радио в помощь механизатору. Книги сложнее не бери, деталей всё равно нет, будем колхозить из карандашных грифелей и консервных банок. Так, колхозить. А метро 2034 подойдёт? Может быть, там есть какой-нибудь рецепт? Ну, или хотя бы радиосхемы какие-нибудь. Хотя, вряд ли. Наверное, это про устройство метро. Морской бой. Ух ты. В детстве видел такое. Милая, ты прости уж, конечно, я не умею. Прямо быстро всё. Я люблю поисследовать, полутать всё. Так, не знаешь, мне подсказки, наверное, надо выключить. Так. А то раздражает меня, эти замена фильтров и так далее. Танк. Пусть пробегают. Пусть пробегают. Да, лучше не связываться лишний раз. Может, потому зону запретные объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Да, они везде такие. Я и побольше видел. Дело не в этом. Так, что тут у нас интересного? Ничего. Ничего, похоже. Это что за металлоконструкции такие? Мост обвалился. Анютка, подожди меня. Так, смотри, тут что-то есть. Ну, нет, сюда я не буду спускаться. Чревато, пожалуй. У-у-у. Погодка-то портится. Давай, давай, аккуратненько. Давай, ты. Держу. Артём, слышишь? Вроде и рычал, что ты говорила. Но далеко. Ничего себе метель. Ни видно, ни черта. И не слышно. Угу. Входим на рации. О, боже мой. Ух ты! Поезд, поезд, милая. Поезд. Вау. Обалдеть, как он едет-то еще. Круто. Откуда он приехал? Айда, догоним. Смотри, наши из ордена. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артём, давай с ним. Эй, запрыгивайте! Ух ты, нифига себе. Ну а что же там будет дальше, мы узнаем в следующем видео. А пока я скажу пару слов по первым впечатлениям. Все части метро мне очень нравились, но в Exodus очень заметно, насколько повысили планку разработчики. Метро Эксодус более реалистичная игра, более проработанные локации. Она более мрачная, чем в предыдущей части, пожалуй. Здесь на каждом шагу скелеты, жестокость. И как-то это ощущается более реалистично, на самом деле, чем то, что было до этого. Мне очень понравилось, как игрушка выглядит, как она ощущается. Бои довольно правдоподобные, урон хороший, правдоподобный. Немного чувствуется какая-то инерционность, как будто бы я в тяжелой броне или у меня тяжелое оружие. Но, пожалуй, это, наверное, хорошо. Это довольно реально. Такой инерционности не было в оригинальных играх. Метро 2033 редакс и Метро Ласт Лайт. Шикарно выглядят персонажи. Этот аспект тоже подтянули. Они выглядят реалистичнее, чем раньше. Они ведут себя более правдоподобно. И тому подобное. Вообще, все просто на высшем уровне сделано. Больше открытых локаций теперь. Можно... Раньше удаленные пейзажи всегда выглядели несколько, ну, такими упрощенными. Здесь огромное количество открытых локаций, проработанных, красивых, правдоподобных. И это просто круто. Вот. Мне все нравится. И я с большим предвкушением ожидаю того, что же будет дальше. Надеюсь, что и тебе тоже понравилось это видео. Если это так, ставь лайк. Подписывайся на канал, если ты этого вдруг еще не сделал. Звени в колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И до встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok